Здравствуйте! Большое спасибо за ваш интерес к истории и к неожиданной, кажущейся для связи с историей, теме «Озер данных». Меня зовут Андреевич Володин, я доцент кафедры исторической информатики Исторического факультета МГУ. И на кафедре исторической информатики мы уже достаточно давно, это 30-летняя традиция, занимаемся соединением информационных технологий, цифровых технологий, математических методов с теми задачами, которые стоят перед исследователями истории. Истории традиционной, истории искусств, самых разнообразных областей. И тема, которую я решил сегодня обсудить, это историк в эпоху датаизма, как осмыслить озера данных вокруг нас. Озера данных появились, наверное, по понятной причине, потому что основная тема сегодняшнего фестиваля науки — это океан знаний. А, соответственно, ближайшие метафоры, связанные с данными, которые мы часто используем, это как раз озера данных. Идея датаизма появилась примерно 10 лет назад. Иногда говорят, что это как раз 13-й, иногда 16-й год. И основная идея заключалась в том, как мы сегодня можем обсудить единство информации и ее цифровизации. Самое популярное представление датаизма, конечно, выглядит в знаменитой книги Ювале Харари «Хомо деус», которая для историка тоже весьма вызывающе называется «Краткая история завтрашнего дня» или «Краткая история будущего», как ее тоже переводят, что сегодня мы буквально поклоняемся данным, а датаизм предполагает, что все вокруг нас состоит из потоков данных, и ценность всякого явления определяется как раз вкладом в обработку данных. Для исследователей и историков это весьма существенный вопрос, потому что мы замечаем, что в последнее время как раз все больше работаем с данными. И почему это меняет исследовательские практики и как, собственно, на это реагировать науке, методологам и просто всем интересующимся историей, мы сегодня как раз и обсудим. Условная дата, когда произошел так называемый цифровой поворот в исторической науке, это 2015 год, когда на Всемирном конгрессе исторических наук, который проходил в Китае, одна из ключевых тем так и называлась – «digital turn», то есть цифровой поворот. Цифровой поворот гораздо сложнее, чем просто датификация и чем многообразие данных, с которыми мы работаем. Цифровой поворот во многом еще и интересен потому, что он привносит совершенно другое отношение с широкой публикой, которая, глядя, например, на большие оцифрованные архивы, начинает сомневаться, а нужно ли здесь профессиональное экспертное мнение или достаточно просто уделить немного времени и познакомиться с этими архивами. При этом, почему мы говорим об озерах данных? Озера данных – это сегодня достаточно распространенный термин в цифровых или в компьютерных науках, который предполагает, что есть место, где мы собираем самого разного рода данные. Чаще всего они не структурированы или непонятным образом структурированы, иногда и структурированы. Главная идея заключается именно в том, что мы уже отступаем от привычного с 90-х годов подхода, когда мы работаем с базами данных, которые созданы структурированным образом, а порождаем огромное количество данных во время исследований. И как с ними работать, что с ними делать – это, собственно, одна из ключевых задач, которая сегодня стоит перед исторической наукой. Традиционно, когда мы говорим про большие данные, есть такое понятие 3В, то есть это скорость, объем и разнообразие. И прирост больших данных как раз и выражен в том, что у нас постоянно происходит большой прирост разнообразных данных. Но на что надо обратить внимание, что сегодня к концепции 3В добавилось еще 2В дополнительных. Это изменчивость, что эти данные достаточно неустойчивы или меняются, иногда меняются для того, чтобы их сделать лучше, а иногда, может быть, и нет. И идея достоверности. В состоянии ли мы проверять данные на достоверность и возможно ли это сделать автоматизированным образом. Один из таких известных историографических дебатов возник вокруг книги, которая называется «Исторический манифест». Она переведена на русский, можно прочесть по главный перевод в журнале об империи. И одна из глав как раз называлась «Большие вопросы и большие данные». Связана эта глава с ожидаемым подходом людей, которые верят в то, что если у нас будет больше данных, то мы увереннее будем говорить о прошлом. Но проблема реальная заключается в том, что у нас данные представлены очень определенным образом. И иногда их нет в принципе, и значит, что мы всегда оказываемся в ситуации, ну, в лучшем случае гипотезы, а в худшем случае просто какого-то предупрежденного представления. И здесь, мне кажется, весьма уместно цитата из известной работы Юрия Михайловича Лотмана «Изъявление господней или азартная игра», где он говорит, что историк с самого начала попадает в странное положение, потому что в других науках начинает с фактов, а историк получает факты как итог определенного анализа, потому что для этого ему нужны источники, для этого ему нужна некоторая методология, и, соответственно, факты оказываются выводом. Если мы говорим про данные, то ситуация такая же. Если мы посмотрим на современные профессии, то чаще всего они связаны с тем, что исследователь загружает какую-то базу данных, а потом уже с ней работает. В истории наоборот, да, потому что историк данные получает как итог определенного анализа, и чаще всего их собирает самостоятельно. Есть уже 10 лет от празднувшей книга Петрика Мэйнинга «Большие данные в истории», и его подход заключался в том, что если мы смотрим на историю как на сбор действительно больших данных, то у нас есть несколько важных этапов. Когда мы их получили, нам надо задокументировать их, чтобы можно было получить некоторый результат, потом обработать, проанализировать и визуализировать, чтобы это стало ясно. Что такое данные? Совершенно кратко, если мы возьмем определение ИСО, то это формальный вид, каким-то образом формализованный для передачи, интерпретации, обработки, и что важно, людьми или компьютерами. При этом в международной литературе уже 10 лет большая дискуссия идет вокруг того, что же такое данные, что такое, бывают ли большие данные в гуманитарных исследованиях или нет, они чистые или грязные и так далее. И мне кажется, что определение Кристофа Шоха из статьи, которая тоже 10 лет назад вышла и до сих пор одна из самых цитируемых в этой идее, заключается в чем? В том, что это абстракция. И надо иметь в виду, что когда мы работаем с историческими данными, то это абстракция, более того, абстракция, построенная на так называемом опосредованном наблюдении. Мы не наблюдаем прошлое, как наблюдают, например, настоящие социологи, мы наблюдаем прошлое, которое отразилось в исторических источниках. При этом с точки зрения данных есть важное противопоставление, что есть данные, которые человек читаемый, есть данные, которые только машиночитаемые и в которых мы рассчитываем победить алгоритмами. Весьма существенная для этого направления книга Кристен Боргман «Большие данные, малые данные и нет данных» как раз описывает ситуацию, что не надо стесняться. Иногда бывает так, что мы совершенно находимся в ситуации, когда у нас данных нет. Или у нас есть данные только, например, по какому-то региону, как демографические данные средневековые хорошо представлены, скажем, по английским землям, но не по другим. Как в этом случае работать, это, собственно, тоже один из металлогических вопросов для сегодняшнего дня. При этом чаще всего в дискуссиях мы упираемся в понятие датификации, которое, мне кажется, немного уводит разговор в сторону. Потому что датификация нам хорошо понятна. У нас у каждого гаджет, несколько гаджетов, и мы, соответственно, порождаем контент постоянно. Но речь идет про настоящий момент. Это не про ситуацию 19-го, 18-го века или про первое тысячелетие до нашей эры. Классический пример датификации – это сравнение двух конклавов 2005-го года, когда люди ждут выбора папы, и 2013-го, когда все уже с гаджетами в надежде зафиксировать тот самый белый огонь, который символизирует успешный результат выборов. Но историки занимаются тем, что постоянно создают новые корпусы оцифрованных источников. Это целая профессия, которая предполагает, что в результате мы как раз должны получить не просто, например, изображение древних рукописей, а должны получить корпусы данных. При этом, когда мы работаем с разными данными, то вообще мы оказываемся один на один с файлами. А файл – это как раз область данных, если попросту говорить. И в такой ситуации любопытно, что далеко не сразу мы можем понять, что нас интересует. Вот, к примеру, знаменитая, самая знаменитая европейская оцифровка – 717 гигапикселей, 5 с лишним терабайт. Вы открываете файл данных, и вот перед вами. Если вы очень насмотренный искусствовед, то, вероятнее всего, вы сможете угадать. Но вряд ли с этого ракурса. Тогда вам увеличивают, и это все данные. Они хранятся, но это не значит, что мы сразу можем их взять в работу и понять. Почему? По простой причине. Потому что нам нужна какая-то целостная картина. Целостная картина, которая приводит нас к знаменитому ночному дозору, который после того, как был очищен, оказался не таким и ночным, оказался выступлением стрелковой роты. Но к чему я говорю? К тому, что когда мы работаем с большими объемами оцифрованной информации, нам все равно нужно некоторое целостное представление. Мы не готовы работать с небольшими объектами. И, соответственно, возникает вопрос, как нам перейти на это общее представление. Общее представление во многом укладывается в концепцию так называемого компьютерного зрения. Что увидеть? И вот если мы с вами смотрим на знаменитый тест Роршаха, то те же самые разнообразные алгоритмы искусственного интеллекта определяют разное, что здесь есть. И в зависимости от того, как мы видим, возникает вопрос, что мы видим. И если так, то тут возникает тоже важный вопрос, какие чувства есть у историка. Я задаю их всегда своим студентам. Это вопрос, почему? Потому что чаще всего мы с вами оказываемся в классической аристотелевской схеме. Что у нас есть слух, осязание, зрение, обоняние и вкус. И вот в этот момент мы как раз должны задать себе вопрос, если мы говорим про цифровой поворот, а какие из этих чувств подаются цифровой передаче? Наверняка каждый из вас сталкивался с какими-то новостями о том, что, например, японские ученые начинают издавать картриджи для того, чтобы передавать запах. И так же, как мы привыкли в цветном принтере смешивать цвета, можно смешивать запахи и какой-то результат получать. Но в действительности, если мы посмотрим на современную концепцию, то современные ученые считают, что у нас есть три вида чувств. Это химические, механические и световые. И большая часть вообще цифровизации настроена на то, чтобы работать как раз с световыми нашими восприятиями. Мы смотрим на изображение, пытаемся понять, смотрим на документ, изучаем его, и при этом часто теряем некоторые необходимые, например, навыки, которые воспитывают многие исторические дисциплины, тактильного контакта с источником. Есть масса разных теорий, связанных со вкусом и обонянием. Сейчас нет времени про это говорить. Но логика в чем? В том, что данные – это каким-то образом структурированные сигналы, которые зафиксированы. Эти сигналы, соответственно, каким-то образом до нас дошли, и мы пытаемся их превратить в информацию, информацию в знание, а знание в понимание. Знаменитая такая информационная пирамида от данных к мудрости. При этом, если говорить о данных теоретически, то важно помнить три главных свойства. С одной стороны, что данные – это формат, и формат дает нам разные возможности. Мы понимаем, что формат работы с изображением в фотошопе не то же самое, что в пейнте. Это память и это номинальность. То есть данные сами ничего не сделают, для этого нужна программа. И тут мы переходим уже к конкретным примерам, чтобы от сухой теории посмотреть на практике, что важно понимать в текущей ситуации. Один из таких интересных проектов «Венецианская машина времени», когда были оцифрованы большие архивы данных 15-17 веков в Венеции для того, чтобы, по сути, получить полную картину того, что происходит в Венеции в это время. Какие задачи? Задача, в первую очередь, конечно, распознавания рукописного текста, потому что рукописный текст требует от нас создания итоговой базы данных, которая может быть потом связана с данными и сведениями, которые у нас есть в других информационных ресурсах. При этом получается так, что, допустим, буквально каждое слово может быть проверено на связанность с любым другим. Но для этого, соответственно, нужно его распознать и, например, построить генеологическое древо из жителей одного дома или одной улицы и, по сути, связать всех записанных в разных реестрах Венеции людей в базу данных. Сейчас такая идея развивается дальше, и уже речь идет о масштабировании такого подхода к истории Лондона и истории Парижа. Другой вариант. Это так называемая фактоидная просыпография, когда мы можем взять и собрать сведения о персоне в формализованном виде. А мы помним, что данные – это способ формализации. И получается, что у нас каждый факт имеет идентификатор в базе данных и связь с личностью, с историческим источником, с каким-то местом и с каким-то действием или событием. Что это дает? Вот такой известный пример – люди средневековой Шотландии. Это сборник документов, который превращается, если он распознан и связан, в удивительный по своим возможностям информационный ресурс, который можно не только распределять, допустим, по карте, но и превращать в наборы фактов, которые в итоге могут, например, поддаваться сетевому анализу, как в данном конкретном примере, где мы можем видеть связи Эдварда Первого с другими участниками такой документальной коллекции. И мы понимаем, что здесь идея выходит как раз на новый аналитический уровень. При этом одна из главных проблем, которая возникает с переводом в данные – можем ли мы все описать текстом? Потому что вот перед нами, допустим, карикатура. Это классический пример из журнала Punch для так называемой Texting Encoding Initiative, TEI это называется. Мы видим здесь с вами описание этой же карикатуры. Но если мы прочтем этот текст, мы сможем, не глядя на карикатуру, ее представить или нет? И получается, что у нас тоже важное расслоение на образ и на его текстуальное представление. И получается, что текст – это тоже в некотором роде формализация. Один из первых краудсорсинговых проектов назывался Transcribe Bentham или Переведи Бентэма. Речь про Иеремию Бентэма. Если по-простому, особенно в этих стенах, легко аналогию привести. Это своего рода такой британский Ломоносов, который переписывался с огромным количеством ученых, хотя сам считал себя философом, больше, чем ученым. Но оставил большой архив. И, конечно, не менее он известен тем, что в университетском колледже в Лондоне до сих пор хранится его мумия, которую выносит 1 сентября на ученый совет, потому что он был и большим грантодателем для этой организации. Но интерес в другом, что он оставил огромный архив, который надо было распознать, то есть превратить из изображения в текст, где текст опять-таки становится способом формализации. И за меньше, чем год удалось достаточно сложные рукописные тексты Бентема превратить в текстовый, уже распознанный до символа корпус, с которым сегодня исследователи работают. У нас есть похожая история, связанная с Львом Толстым, может быть, вы слышали о проекте «Толстой в один клик», смысл которого заключалось в том, чтобы создать эталонное 90-томное электронное издание его сочинений. К чему это приводит? Это приводит к тому, что если у нас есть большие текстовые коллекции, то мы можем с ними работать уже цифровыми методами, аналитически. И, например, есть так называемый 91-й том, то есть указатель ко всем произведениям Толстого, где вы можете увидеть сетевые взаимосвязи. Очень любопытно, когда, например, начинают замечаться связи прототипов с реальными персонажами, которые отмечались, допустим, в письмах или дневниках Льва Николаевича. Как уловить данные? Цифровые данные существенно отличаются тем, что они дискретны. И получается, что вот эта дискретность как раз и дает нам технические основания для анализа. Что это значит? Это значит, что мы, допустим, смотрим посимвольно на текст, мы смотрим попиксельно на изображение и так далее. И в итоге получаем идею, которая сегодня широко распространена в международной литературе – это кепта. То есть кепта – это противопоставление дейта, то есть это то, что мы получаем. Первыми кепту признали археологи, потому что понятно, что то, что найдено сегодня в раскопе – это не финальная находка. И если будут продолжаться раскопки, то, соответственно, вероятнее всего, мы увидим еще что-то новое. Но работаем с тем, что у нас есть на сегодняшний момент. Поэтому в цифровых данных у историков понятие «улов», что тоже вообще достаточно любопытно с океаном знаний, рифмуется – это как раз сборка доступных источников. Чаще всего это выборка, случайная, если удается, или естественная, потому что часто оказывается, что мы работаем только с тем, что сохранилось. У нее принципиальная неполнота, но приходится работать в такой ситуации. Частая незавершенность, потому что мы понимаем, что проекты развиваются по собственной логике. И что особенно интересно в современных дискуссиях – это дополняемость и восполняемость. В международной литературе сейчас даже есть такое понятие, как абдайтизм, который предполагает, что мы работали с этой базой и понимаем, что через год она весьма существенно дополнилась. Как быть с теми материалами, с которыми мы работали год назад? И очень важный вопрос, который сегодня встает в полный рост – это повторное использование. Потому что если мы посмотрим на надежды 90-х годов, то основная идея от оцифровки создания баз данных и новых методов использования заключалась в том, что мы как кусочки смальты оцифровываем разные объекты, сюжеты, процессы, и в итоге эти кусочки смальты превратятся в большое мозаичное панно. Но мы понимаем сейчас, активно видим, что далеко не все так просто складывается. Вместе с тем, тоже интересный пример, напрямую связанный с деятельностью Московского университета и исторического факультета, кафедры археологии – это, конечно, древнерусские берестяные грамоты, которые, по сути, как раз представляют тот самый улов, где у нас есть база данных, у нас есть электронная копия источника, есть его прорезь, есть текст, и далее даже есть иногда переводы. Не всегда, но тем не менее. При том, что обратите внимание, что здесь есть еще разделение на слова, что тоже является важным этапом, иногда вызывающим споры. Как это использовать? В итоге это можно использовать в том числе и в совершенно современных цифровых вариантах, как, например, национальный корпус русского языка, где, обращаю ваше внимание, есть отдельный, например, древнерусский корпус, есть отдельный корпус XIX века и современная литература, где можно искать и, соответственно, находить словоупотребление и разнообразные значения встречающихся слов. Поэтому, что важно, что сегодня мы все увереннее понимаем, что текст тоже становится данными, что мы часто до этого недооценивали. Особенно это стало важным и таким явственным в связи, конечно, с появлением больших лингвистических моделей, прозвучавших за последний год очень сильно в контексте разных вариантов, допустим, чата GPT и так далее, когда мы с помощью векторизации понимаем контекстуальное употребление слов в разных корпусах. Один тоже важный еще исторический проект – это, конечно, Digital Peter, где, соответственно, с помощью соотнесения алгоритмов оптического распознавания символов мы получаем сведения, которые иногда уже были опубликованы, потому что есть немало бумаг Петра Великого опубликованной или же опубликованной впервые. И тем самым получаем тоже важную для исследователей формализацию, главная опасность которой заключается в том, что в итоге она может превратиться в озеро данных. А для озера данных нужен специальный профессионал, который бы мог уже понять, каким образом эти данные можно использовать впредь. Если с Петром Великим ситуация, в общем, достаточно понятна, потому что есть прекрасный справочник, буквально подневно описывающий в электронном варианте его судьбу, то с другими типами источников все не так просто. В качестве примера привожу проект «Итака». Это известный на сегодняшний день эпиграфический проект, который предполагает, что если мы говорим о надписях на камне, то, соответственно, можем их восстановить с достаточно высокой долей вероятности, потому что знаем количество места, сколько для записи можно уделить. И работает весьма сложное машинное обучение. Сейчас нет возможности вдаваться в подробности, но этот проект опубликован, и легко можно узнать, если захотите, дискуссии вокруг него. С другой стороны, например, очень интересный проект, связанный с изучением личной истории, это корпус дневников, а теперь и воспоминаний «Прожито», который позволяет восстановить картину конкретного дня в отражении записей самых разных людей. Не обязательно известных, часто неизвестных, часто живущих в разных местах, но именно возможность сквозного представления истории в личном представлении – это один из вариантов борьбы с теми озерами данных, о которых я говорю. То есть это попытка структурирования их. Если мы с вами посмотрим, вот, например, на 8 октября 1923 года, я просто специально взял 100 лет назад, есть 19 записей самых разных людей, разного возраста, из разных мест, описывающих то, что было в этот день для них важно. Другая идея, она связана со всем новым представлением прошлого, когда мы уверены в том, что у нас достаточно источников для того, чтобы восстановить и визуальный образ. Это тоже важный подход, связанный с созданием большого количества данных, в частности, как раз на кафедре исторической информатики под руководством академика Леонида Ильича Бородкина проводился проект «Белый город». Виртуальная реконструкция исторического ландшафта центра Москвы. Что это такое? То есть мы берем географию объектов, пытаемся выяснить, насколько связаны исторические объекты с текущим положением дел, с текущими улицами и с тем, каким образом, например, за это время изменился рельеф. Мы реконструируем рельеф для того, чтобы понимать разнообразие высот и в итоге получаем план с большим облаком точек. Облако точек сначала строится по фактически существующим строениям, а потом, соответственно, исходя из размерности и исторических источников, тоже планов, карт и разнообразных изобразительных источников создается уже модель «Белого города». Подробнее вы можете посмотреть на сайте, каким образом устроена эта реконструкция, но это тоже любопытный сюжет, позволяющий увидеть взаимодействие самых разных данных, от данных географических до данных исторических. И получаются разнообразные формы, которые описывают как раз реальность «Белого города» несколько веков назад. Подходя уже к завершению наших размышлений, надо иметь в виду, что сегодня, если мы смотрим на особенности публикации данных в интернете в разных науках, мы приходим к так называемой пятизвездной системе, которую предложил создатель всемирной паутины Тим Бернерс Ли, что мы приходим к открытым связанным данным, то, что называется linked open data. Логика достаточно простая, то есть что каждый именованный объект можно идентифицировать, создать ID и тем самым его связать. Если вы сейчас посмотрите на проект Wikidata, то это один из путей формирования тех представлений, каким образом мы связываем данные. Если мы говорим об исторических данных, то сегодня главный подход, который используется, называется FAIR. То есть это справедливые данные, но по сути это аббревиатура, которая предполагает, что данные должны находиться, что они должны быть доступны, то, что они должны быть интероперабельны, и то, что мы можем их использовать вновь и вновь. Самая большая сложность как раз с повторным использованием. Если мы с вами посмотрим на типичные варианты того, как сегодня используются данные, то чаще всего они параллельно живут с какой-то исследовательской работой или диссертационным исследованием. Потом, как оно опубликовано, то данные, может быть, и сохраняются, но не публикуются. Как с этим бороться? Главная идея, конечно, в том, чтобы создавать некоторого рода репозитории данных. И с их помощью давать возможность огромному труду, который был пройден, все-таки выжить и быть использованным вновь. В чем здесь есть дисциплинарное различие? Если мы с вами посмотрим на то, как действуют, допустим, лингвисты, то у них идея повторного использования не вызывает никаких сомнений. Корпус русского языка пополняется и постоянно становится богаче, и ни у кого нет вопросов о том, почему бы не использовать эти данные. Если мы посмотрим на исторические опыты использования данных, то чаще всего возникает ситуация, когда историки хотят собрать собственное, что-то уникальное, новое, то, чего еще не было прежде сделано. И тем самым получается, что большая часть опубликованных сведений оказывается необходима, но, так сказать, для справочных нужд. И, подходя к концу нашего сегодняшнего разговора, практические подходы к историческим данным, как мы сегодня их видим в той или иной сумме. С одной стороны, это так называемое вычислительное мышление. Когда уже студенты-бакалавры из ТФАКа начинают размышлять о том, как бы ставить задачи для исторических источников, чтобы их могла решить машина, алгоритм или какой-то из подходов столь популярного сейчас машинного обучения. Это не значит, что удается всегда, и, более того, надо признать, что все равно большая часть времени уходит на как раз подготовку данных, или, как мы сегодня это назвали, капта, того улова, с которым работает исследователь. Но, тем не менее, помимо этого, сейчас активно распространяется так называемый разведочный анализ данных или Exploratory Data Analysis, который позволяет в самих данных увидеть некоторые лакуны, сложности, проблемы или какие-то закономерности, которые позволяют сформулировать дальнейшие гипотезы и поставить некоторые задачи. Сетевой анализ. Он стал особенно популярным в последнее время, потому что позволяет увидеть взаимосвязи, далеко не явные, в тех наборах сведений, которые у нас есть, особенно если это сведения разнообразны. К сожалению, не совсем всегда удается в рамках конкретного исследования собрать разнообразные данные. Часто они определяются некоторым заранее предопределенным набором источников, но сетевой анализ за последние, наверное, 5-7 лет существенно развился и на исторических примерах. Конечно, компьютерное зрение. С одной стороны, компьютерное зрение уже почти 30 лет существует в исторических исследованиях и связано с оптическим распознаванием символов. Сейчас оно расширилось до распознавания образов и до возможностей выявления тоже скрытых взаимосвязей, что существенно влияет на наше представление о данных в прошлом. И в последнее время, то есть если мы берем последние 3-4 года, активно начинает развиваться так называемое глубокое обучение, которое позволяет увидеть не только прошлое в деталях и формализации, но и возможные неожиданные обобщения, которые позволяют нам дать те самые генерирующие алгоритмы вроде тех, которые нам известны в связи с работой искусственного интеллекта. Ну и совсем напоследок, сейчас очень часто возникает дискуссия, связанная с тем, что же делать гуманитариям, когда так много искусственного интеллекта, и не заменит ли он все. Но я бы обратил ваше внимание на так называемых 4 гуманитарных навыка, которые пока остаются не автоматизированными. Первый, и на мой взгляд, самый важный, это любопытство. Потому что не так-то просто сформализовать то, а что же нужно знать? И каким образом, собственно, понять, что нужно изучать? Далее это контекстуализация. Викторизация, например, в языковых моделях многое сделала для контекстуализации, но если мы посмотрим с вами на исторические модели, то сейчас, на текущий момент, можно уверенно сказать, что, например, невозможно автоматизировано дать заключение о том, что есть факт, а что есть фейк. По самым разным причинам, но автоматизация не поддается такой вопрос пока, по крайней мере. Критическое мышление, которое предполагает, что, например, надо попробовать доказать, насколько достоверен источник, чтобы понять, достоверны ли данные. И, наконец, этическое суждение, которое так или иначе все равно оказывается за пределами алгоритмизации на сегодняшний день. Спасибо большое. Уважаемые слушатели, есть ли у вас вопросы? Давайте поблагодарим нашего докладчика. Спасибо большое.